Друзья, всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такой вот смартфон от компании Oppo, модель A16, который поступил в продажу в конце 2021 года. Давайте распакуем, посмотрим. На первый взгляд, коробка очень интересная, вот такого вот форм-фактора, слайдер у нас. Кстати, версия 3.32, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 внутренней. Бюджетный смартфон, который стоит сейчас в магазинах 13 тысяч рублей, но скидки никто не отменял. Всегда можно найти подешевле любой смартфон, и этот не исключение. Цвет смартфона голубой, красивый, там обещают на задней крышке нанотекстуру, которая защищает от отпечатков. В общем, давайте распаковывать и смотреть всю эту красоту поближе. Вот такая вот коробка, распечатываю, здесь нас встречает опять же бренд, логотип, надпись Oppo. Вот такими вот нехитрыми движениями открываем коробку, здесь у нас конвертик, наверное, с документацией. Давайте посмотрим, что нас ожидает внутри. Как всегда, китайцы молодцы, позаботились, положили чехол вот такой вот в комплект, силиконовый, с текстуркой на задней поверхности. Далее у нас книжечка с надписью, опа, различная документация и гарантийные талоны. И здесь вот скрепочка. Все это мы откладываем, все это нам, как всегда, неинтересно. Далее у нас лежит смартфон, вытаскиваю и поначалу посмотрим на комплектацию. Комплектация, в принципе, обычная или необычная уже на сегодняшний день, потому что в комплекте у нас блок для зарядки. Вот такой вот с выходом USB-A. Далее у нас провод для зарядки, USB-A на Type-C. И еще в комплекте должны быть наушники. Но компания опа мне не прислали наушники, потому как если они будут всем присылать наушники, все их будут проверять, слушать. Это как-то не гигиенично. Поэтому вот такой вот комплект. И давайте теперь откроем сам смартфон. Вот в таком вот он красивом голубом цвете действительно есть какая-то нанотекстура, защищающая от отпечатков. Но я вам скажу, что отпечатки все же остаются, но не так, как на глянцевых, естественно, поверхностях. И не так, как на обычной матовой поверхности. Все-таки текстура какую-то роль в этом всем имеет. Итак, по характеристикам самого смартфона здесь установлен красивый дисплей на 6,52 дюйма с разрешением HD+. 1600 на 720 точек. Давайте включаю. Первое включение. Смартфон завибрировал. Появилась надпись OPPO Powered by Android. Из коробки смартфон работает на Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.1. Сейчас мы все это в настройках еще посмотрим. Что еще? На задней стороне у нас три камеры. Модуль из трех камер, основной из которых на 13 мегапикселей. Еще один модуль на 2 мегапикселя. Это для измерения глубины сцены. И еще один модуль на 2 мегапикселя для макросъемки. Фронтальная камера на 8 мегапикселей. И она в виде вот такого вот V-образного выреза. Говоря о камерах, пользователи могут вручную настраивать яркость фотографий или воспользоваться одним из 15 фильтров для быстрой и качественной обработки. Также что задние камеры, что фронтальные, имеют функцию бьютификации с искусственным интеллектом. Которая дает естественную обработку с большей персонализацией для каждого объекта в кадре. Батарейка внутри на 5000 мАч и производитель заверяет, что при 100% заряде пользователь сможет разговаривать по телефону 34 часа. Или просматривать YouTube в течение 21 часа. Ну что ж, давайте зайдем в настройки и посмотрим, действительно ли здесь у нас, например, версия Android 11. Итак, зашел OPPO A16, версия Android 11. Давайте нажмем и протестируем. Вот так вот быстрыми нажатиями, да, вылазит анимация Android 11. Все в порядке. И версия ColorOS, как я и сказал, версия 11.1. Оперативная память 3 гигабайта, внутренняя 32. Хотел бы отметить, что данное видео это некая распаковка. И первое впечатление от устройства, потому как все тесты я буду делать уже чуть позднее. И обязательно выложу это в своих видео. Так что, чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь на мой канал. Кроме того, A16 оснащен специальным ночным режимом ожидания. Смартфон в этом режиме потребляет всего 1,2% энергии в течение 8 часов. А когда аккумулятор разряжается до 5% или ниже, режим суперэнергосбережения позволяет общаться по смартфону еще до почти 2 часов. Ну и также есть оптимизированная зарядка. Устройство самостоятельно проанализирует режим сна пользователя и будет заряжать аккумулятор до 80%. А затем возобновлять процесс зарядки до 100 к моменту пробуждения пользователя. И как я уже сказал, здесь оперативная память на 3 гигабайта, внутренняя на 32. Также смартфон поддерживает сразу 2 сим-карты и microSD флеш-карты до 256 гигабайт. Ну и о безопасности. Конечно же, компания Oppo позаботилась. Здесь есть сканер отпечатка пальцев и надежная интеллектуальная защита по распознаванию лица. Также смартфон имеет защиту от брызг с любой стороны по стандарту IPX4. И что немаловажно, кстати, смартфон имеет на своем борту уже, ну, наверное, всеми забытый 3,5-мм джек для наушников, что является несомненным плюсом. По дисплею могу сказать, что в данной ценовой категории, в принципе, дисплей очень даже ничего себе такой. На полной яркости достаточно хороший запас имеет данный смартфон. В общем, все я это протестирую и вам расскажу в одном из следующих видео. Ну, а на этой нотке я буду заканчивать данный ролик. Если он вам понравился, если вы посчитали его информативным, обязательно ставьте свои царские лайки, а также подписывайтесь на мой канал. В последующих видео буду тестировать данный смартфон, загружу в него всякие бенчмарки, поиграем с вами в игрушки, протестируем камеры в разных условиях, в ночном режиме, в дневном режиме. В общем, все мы с вами протестируем, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Но я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!